Здравствуйте, ребята! Меня зовут Аня Заржецкая, и сегодня я расскажу вам несколько фактов о королеве Виктории. Она взошла на престол, когда ей было 18 лет и правила без малого 64 года. Ее период правления был настолько успешным, что в честь монарха назвали целую эпоху викторианской. До 2015 года королева Виктория считалась рекордсменом по времени правления, но ее обошла королева Елизавета, которая сейчас все еще правит Соединенным Королевством и уже на протяжении 68 лет. Как ни странно, родной язык королевы Виктории немецкий. Английский, французский и итальянский она выучила уже позже, а в 68 лет стала изучать хинди. Королева Виктория вела дневники всю свою жизнь, начиная с 13-летнего возраста. А последняя запись была сделана за 10 дней до ее смерти. Вплоть до 18-летия ее мать тщательно проверяла содержимое дневников. Королева Виктория сама сделала предложение своему будущему мужу Альберту. Дело в том, что она на тот момент уже являлась королевой, и герцог Альберт не имел права делать ей предложение. Поэтому она сама предложила свою руку и сердце. Альберт согласился, и их брак продлился очень долго. У них было 9 детей и 42 внука. 42 внука Виктории и Альберта стали членами европейских королевских семей. России, Германии, Греции, Румынии, Испании и Норвегии. Поэтому королеву Викторию называют бабушкой Европы. В Лондоне существует музей, посвященный Виктории и Альберту, супружеской паре. Это музей декоративного искусства. Водопад Виктория, который находится на территории Замбии и Зимбамве, является одной из самых главных достопримечательностей Южной Африки и входит в список наследия ЮНЕСКО. Этот водопад был назван в честь королевы Виктории. Виктории. Королеву Викторию также можно назвать и законодательницей мод. Считается, что именно после ее свадьбы с герцогом Альбертом пошла традиция невестам надевать белое платье, потому что она была в белом платье на свою свадьбу. А до этого невесты надевали самое лучшее платье, которое у них было, и оно могло быть любого цвета. Виктория стала основоположником еще одной традиции. Она первая из всех британских монархов поселилась в Букингемском дворце. И с тех пор это является главной резиденцией монархов в Лондоне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok